Я рад вас приветствовать, вы вновь на моем канале. Это конечно не разрушительная ранчо, но тем не менее. Тем не менее, только что я прибыл, еще видите, кремниевые термы. Тысячу километров дал, 500 с лишним туда, 500 с лишним обратно. И сейчас начнется у нас прямой стрим, наша встреча. Так, что-то тут я нажал не то. Final Cut. Зачем нам Final Cut? Он нам абсолютно пока не нужен. Safari. YouTube. Тут заходим на свой Шанель. На свой Шанель. Творческая студия. Ну что, у нас подписчиков 29530 потихонечку растут. Часы просмотры растут. Все остальное пока не особо. Комменты. Начнем немножечко с комментов. Итак. Интересно надо попробовать. Дыхание пострельниковое. Елена Петер. Ага. Вот с чего я хотел бы начать наш стрим. Галина Андросенко говорит. Здравствуйте, Геннадий. Подскажите, пожалуйста, какая дистиллированная вода полезна после дистиллятора или после заморозки льда? И что вы скажете о воде Божьей Росы, выпускаемой в Москве? Кстати, вода Божьей Роса у меня есть видео на эту тему. Посмотрите там, про нее рассказывают. Я уже так подзабыл. Это было очень давно, когда я еще был ведущим Малахов Плюс. Вот. А вот какая дистиллированная вода полезна после дистиллятора или после заморозки льда? Итак, начнем мы наш прямой зефир вот с этого вопроса. Для этого, что тут? О, мы в зефире. 5 секунд нашей трансляции. Я говорю, доброго здоровьица. А именно, какая вода полезнее после дистиллята или после оттаивания льда? Я должен вам сказать следующее. Вот знаете, вода в воде рознь оказывается. Дело в том, что после дистиллята она действительно приготовлена путем дистилляции. Это чистая вода, дистиллят. Там нету никаких примесей. Что касается воды, которая приготовлена путем замораживания и последующего размораживания. Это не дистиллированная вода. Это просто очень чистая вода. Можно так сказать, с идеальным подбором соотношений микроэлементов, которые наиболее полезны для организма человека. Чтобы вы понимали, о чем речь. Поэтому важно задавать правильные вопросы. Ну, хотя я поправил ненавязчиво. И популярно вам рассказал, что такое дистиллят. Это вода, приготовленная путем дистиллирования. И что такое талая вода? То есть, это две различные вещи. Итак, я вернулся после своего отсутствия на кремниевых термах. Что я там делал? Мне важно было подготовить свои суставы к большим нагрузкам. Коленные суставы, голеностопные суставы. Дать им возможность отдохнуть, от всей этой нагрузки сбросить. Поэтому, та вода, которая природная, идет из глубины 6500 метров, оказалась то, что надо. Вот, если так кратко. И знаете, что я решил сделать? Помимо того, что вот сейчас снимает у нас прямой зефир через компьютер, я еще снимаю через камеру. И что я хочу сделать? Сняв вот этот наш зефир, я, возможно, его удалю. А вот этот вот, залью вместо него. Плюс, снабдив разного рода видосиками. То есть, это несколько будет более качественно выглядеть. Так, ну что, какие новости? Новости хорошие у меня. Почему они должны быть плохие? Вот, так что я дал сейчас 500 с лишним километров. Приехал. Погода, кстати, там была отличная. Все три дня. Здесь кругом дожди. Едем в Ростовскую область. А так, отлично. Так, что за источник в Краснодарском крае? Ну, на эту тему есть видосики. И я немножечко еще покажу, вот когда сделаю. Вообще, в Краснодарском крае очень много разного рода источников. И, я так думаю, вас интересуют термальные источники. Лично меня интересуют термальные источники. То есть, термальные воды, которые бьют из толщи земли. И, самое первое и самое полезное, это то, что они напитаны земной энергетикой. Это самая целебная часть воды, которая, выйдя на поверхность, через некоторое время она распадается, испаряется, уходит. Остаются, конечно, там микроэлементы. Да, они действуют, это хорошо. И, самое полезное действие, это тогда, когда вот вода только что вышла. Она, ну, можно так сказать, вот, все эти микроэлементы, они активны, особо активны. Они находятся в таком взвешенном состоянии, то есть, растворимы. И хорошо идут. Плюс, там имеется, что там имеется. Почему я вот такой упор делаю на керосине. Оказывается, там ранее искали нефть, бурили, искали, где же нефть. И нефти не нашли, а нашли вот эту вот воду. Которая, тем не менее, содержит, ну, как бы, частицы нефти. Она пахнет, пахнет нефтью. И вот, оказывается, на мой взгляд, вот эти вот именно нефтяные включения, которые имеются в этой воде, они делают ее наиболее полезной. Я, в месте, где это станица Ярославская, станица Ярославская, Краснодарский край, этот, ну, как бы сказать, курортик, что ли, называется, кремниевые термы. Вот, я купался там, в основном, там следующие три бассейна есть. Я купался просто в теплом бассейне, от которого, вернее, вода которого была профильтрована от вот этих нефтеносных этих частиц. Есть отдельный бассейник, температура 40 градусов, именно с вот этой вот водой, которая не профильтрована, она так пахнет, хорошо насыщена. Есть отдельная купальня, также вот с такой вот водой, не профильтрованной, пахнет вот этой нефтью, но она охлажденная. То есть, как бы охлажденная купель, ты, значит, в нее можешь нырнуть, потом пойти искупаться в обыкновенном бассейне, а там больше вот соды, соды, там, кремния и так далее. Вот, и плюс еще есть, как это называется, галерея питьевая, в котором как раз пьют вот эту вот воду, нефильтрованную с этой самой, с частичками нефти. Вот, оказывает целебное действие. Вот, я вам и сказал, что это за источники в Краснодарском крае. Их там довольно-таки много, но я вот езжу вот в этот. Какой эффект от кремниевой воды? Мне в основном был важен не эффект от кремниевой воды, а именно прогрев организма. Вот, чего я, так сказать, добивался и то, что получил. Так, и знаете, вообще, отвлечение. Очень хорошо, когда человек отвлекается как-то, это очень хорошо действует. Так, вы можете подсказать мне в Москве хорошего специалиста по юге, спасибо. Я в Москве не живу, поэтому ничего вам подсказать не могу. Добрый вечер, Вера. Так, опять поделилась с дыханием, сильно ощутила запах ванили. И даже после дыхания минут сорок, поясните мне трансформацию, спасибо. Ничем пояснить не могу. Ничем я пояснить не могу. Запах ванили, ну, что-то, что-то, что-то происходит. Ну, толком я не могу сказать. И важно, знаете, всегда так отдавать себе вот такой вот отчет. Ну, да, что-то я знаю, что-то я умею. Но это не значит, что я все знаю, все умею. А догадываться, ну, как-то мне. Мне не хочется что-то там догадываться и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, знаете, когда идут, здесь важно понимать следующее, когда идут запахи приятные, это говорит о том, что какие-то положительные вещи происходят. Вот хуже, когда будут идти какие-то неприятные запахи. Какое содержание кремния в воде, я не запоминал и не смотрел, хотя есть видосы про кремниевые термы у меня же на канале, где я вот это снимал вот эту таблицу, которая показывала, что одно из высоких содержаний кремния. Так, эти источники, как в Германии, например, Баден, Баден, там тоже суставы лечат. Ну, суставы лечат вообще теплая вода. А особенно та вода, которая вот термально идет из поверхности. То есть вот эта вода наиболее целебна для суставов. Кстати, был я в Баден-Бадене. Видел, да, там кучу этих галерей, такие красивые леса, вот, лиственные. Ну, можно так сказать, вот Баден-Баден, это такое место волшебное, по красоте. Ручейки бегут и так далее, и так далее. Мне нравится вот место, где я бываю, это станица Ярославская. Термальные источники. Называется там. Также место, я думаю, место силы. Там такие огромные деревья росли. Их, правда, взяли, попиляли, но они там уже состарились. И место очень, так сказать, чистое. Там нигде нету никаких предприятий. Там они все там вдали. Вот, хорошо дышится, хорошо чувствуется. Также много воды. Вода и так течет, и так течет. И озеро. Хорошее место. Значит, насчет Кремния, насчет Германии сказал. Кремниевые термы. Да, называется Кремниевые термы. Много отдыхающих было. С каждым разом все больше и больше. Вот если раньше, я так понимаю, они, отдыхающие, имели такой большой выбор. Могли там поехать и туда, и сюда. Вот этот выбор резко сузился. И сейчас довольно-таки много приезжает в эти термы. Купается. Уже так знакомые, с которыми мы там познакомились. Вот буквально я уезжал. Он говорит, спасибо, что вы мне подсказали. Я уже шестой раз здесь. Прекрасно отдыхаю. И мы, когда заказывали, в воскресенье, по-моему, звонил, остался один номер. Один номерочек, и мы в него заселились. Так, и я рад вас видеть, Махно Геймер. Вы загорели по себе жили? Да, жена сказала, что вот того солнышка, которое там было, оказалось вполне достаточно. И я вообще быстро довольно-таки загораю. Что это? Я загорел. Кстати, она также немножко загорела. Так, сок картошки помогает язве желудка или гастрита. Ну, говорят, что что-то такое есть. Потому что это крахмалистый продукт, который, как бы сказать, обладает обволакивающим таким действием. И вот если имеются какие-то там язвы и так далее, гастрит, ну, в основном в желудке, то в какой-то степени помогает. Хотя я как-то уже говорил, мне не нужны вот эти, знаете, костыли, сок картошки или еще что-то там такое. Важно понимать, что есть какой-то фактор, который вызывает язву. Важно найти его причину. А если мы не знаем причину, будем соком картошки там заливаться или там водку пить потом там с сливочным маслом там и так далее, и так далее. Это не тот путь, знаете, вообще в лечении, в целительстве пути очень и очень много. Но это совершенно лично мне не нравятся. Те пути, когда человек просто-напросто не знает, что за причина действует у него и как ее устранить. Устранение причины достаточно для того, чтобы все пришло в норму само собой. А если ее не устранить, то толком ничего не будет. Кстати, я там смотрел фильмяшку на канале Культура Россия 1. И там что-то там они толковали про омоложение. И вот один из способов омоложения, по-моему, там Воронин или Воронов придумал еще в прошлом веке. Это была пересадка яичек от шимпунзе. И вот несколько случаев там было сделано. Якобы хорошо там помогло. Омоложились, то-се, пятое, там десятое. И даже попытались поставить на этот поток, на коммерческой. Ну вот представьте себе, ну что это за омоложение брать яички. Я тогда, знаете, так думаю, если яички от шимпанзе, то тогда, как бы сказать, половой орган тогда от коньяки надо брать, пришивать. Ну, короче, вся эта затея завалилась. Это ж с учетом вот этой вот затеи был создан и заповедник. С этими обезьянами там шли опыты, пытались что-то там такое сделать. Ну, я просто удивляюсь наивности человеческой, с одной стороны, а с другой стороны глупости. Не понимая процессов старения, люди думали, что вот эта, как бы сказать, гормональная терапия, что-то там сделает. Ага, а потом они попробовали гормональную терапию, когда там, ну, поняли, какие там гормоны выделяются, поесть. Начали ее применять, оказывается, свои собственные железы перестали вырабатывать эти гормоны. Ну, тут совсем другие вещи. Тут вообще более такие, знаете, глобальные философские проблемы замешаны. Их надо решить, в какой степени продлить там, допустим, молодость. Для чего ее продлить? Для того, чтобы, как бы, сайте яички вам сделали, теперь хрен коня и вперед. Зачем? Вот такой вопрос. Для чего? Что вы будете с этой молодостью делать? Ну, и так далее. Так, какая температура была, великолепная температура. Как и летом мы ходили и просто-опросто это. Так, дешево отлично помогает от повышенной кислотности. Славик Гольд. Вот, смотрите, я только что вам такую, можно сказать, тираду произнес. Вот, дешево отлично помогает от повышенной кислотности. Славик Гольд говорит. Если вы не понимаете, от чего она возникает, вот это одно, будете эти капсулы и так далее, тому подобное пить. И это, вот, я уже вам говорю, и я так прямо скажу, лично это не мой путь. Глотать какие-то капсулы, что-то там еще от повышенной кислотности, когда я прекрасно знаю и понимаю, что для того, чтобы кислотность повысилась, значит, надо ее как-то повысить. Что-то для этого надо там съесть. Не кушайте того, что повышает там кислотность или еще там что-то такое. И не надо тогда искать дешевые капсулы и принимать. Но это не то, понимаете, это, это, вот, опять так, это все равно, что с вот этими яичками от шимпанзе, которые, вот даже если получилось, что, это, они бы приживали, если помогали, вот такое вот омоложение. То есть кучу обезьян. Я не знаю, почему их так много было в этом зоопарке, в Батумском. Потому что хотели делать. Там шли такие серьезные опыты. Вот серьезные опыты, понимаете, вот так вот люди такую глупость делают с серьезным, серьезным каким-то там видом. Не вдаваясь, что вы творите вообще. Ну, что вы вообще творите. Так, так, как повысить кислотность в желудке? Ага, вот ты вот, как повысить кислотность в желудке? А что ее повышать? Вот что ее повышать? Вот, вот, когда такие вопросы идут, знаете, это говорит о том, что человек, ну, не разбирается в пищеварении. Сергей, вы являетесь спонсором канала. Я для вас выставил первый том целительных сил, в котором подробно описано о питании. И даже сам Иван Павлович Немувакин сказал, да это же достойно, чтобы быть учебником для подготовки медиков. На каждую принятую пищу создается своя, собственно, среда для того, чтобы ее переварить. Плюс выделяются пищеварительные ферменты. Видите? Причем тут кислотность? Причем тут щелочность там в желудке? На одни продукты нужна одна там кислотность, на другие продукты должна быть более там меньшая кислотность или там щелочность и так далее, и так далее. Сергей, ну, слушайте, я ж в конце концов надиктовал, сделал, выставил. Читайте, вы будете профессором в этом деле. Ссылаясь на слова Ивана Павловича Немувакина, он высоко оценил, видите, эту работу, которую я, знаете, самостоятельно проделал. Вот меня никто не учил, я там где-то, ну, я окончил Институт физической культуры и спорта, если так, знаете, правильно сказать, центральный орден Институт физической культуры и спорта имени Владимира Ильича Ленина в Москве. Но я его окончил в Ростове-на-Дону, где имелся филиал, филиал. В 80-м году, в 1980-м, я должен был в Москву ехать и сдавать экзамены. Так как была Олимпиада, нам сказали, не надо никуда ехать, мы сами приедем, примем у вас экзамены. Экзамены я сдал. Отлично! Вот так-то. Ну, все это можно сделать. И когда вот такие, кислотность или вот, как я там про воду вам рассказывал, ну, это говорит о том, что как-то тяжеловато с образованием у вас. Так, профессор Преобраденский, Преображенский вроде бы так правильно, занимался этим собачьим сердцем. Ну, там, знаете, я когда смотрел собачье сердце Преображенского, и особенно это, его пересадку, там показали немножко... Зелье Тиграна, рекомендую, что там только раз голову от собаки разрезали, отодвинули там, что там, это само, костяшку, и вот эту вот, это, часть мозга этого, ну, которую пересаживали, просто туда такая чпок, бросили так, закрыли и все, мол, оно само приживется. И вот это все, знаете, конечно, вот так сходит на то, что оно там приживется и так далее, и тому подобное. Настолько это наивно, именно вот, что касается там приживления, тех же яичек, тех же вот этих вот вещей, и тех же вот этих вот занятий, как определить ПФ кишечника. А зачем он нужен? Зачем он нужен? Кстати, опять-таки отсылаю в чай зеленый, в этот самый, к своей этой книге, которую я написал, естественно, по научным всем этим вещам, там оказывается ПФ кишечника, вот если так вот просто взять, в желудке одна среда, причем, когда желудок пустой, это одна среда, в зависимости от того, если там мясо, значит, ПФ, значит, кислое, если там, допустим, допустим, больше зелени, она не кислая, она там менее там кислая. Далее все идет в тонком кишечнике, опять-таки там, по разделам. Здесь, значит, выбрасывается щелочь для того, чтобы нейтрализовать кислое содержимое, которое идет из желудка. Если вы ели мясо, а если вы не ели, то, значит, особо там и выбрасываться там, значит, не будет. И далее в кишечнике, как вот в трубке, в трубке, вот поделить ее на разделы. В каждом разделе идет свое пищеварение, свое всасывание, своя среда, свои ферменты и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень вообще сложная вещь, наш желудочно-кишечный тракт, который вот этим всем занимается. В том числе, значит, толстый кишечник, там, далее, там, со своим. Мне важно, вот смотрите, как определить PH кишечника, как говорится, ну, вот лично он мне не нужен. Это такая неинформативная для меня составляющая. Мне важно, как там идет пищеварение. А именно, я покушал, я, значит, не должен испытывать никаких отрицательных состояний, там, боли или еще что-то такое, урчание, газообразование, там, далее. Смотрю на стул, чтобы все переварилось, никакого поноса и такого не было. То есть вот, что меня интересует. А все остальное, а какая там температура на солнце? Ну, что вот, что я от этого? Просто что узнаю? Ну, если хотите узнать, пожалуйста, вот. Я даже ты это там где-то написал, какие там там среды там бывают и так далее. Вот, я вам сейчас просто объясняю. Важно знать и понимать то, что вам пригодится в жизни. Вот это самое важное. А не то, что какие-то, знаете, фантастик, мантастик, что-то такое. И прочее. И вот ученые утверждают, что все звезды галактики, 4% от состава Вселенной, 74% приходится на известную темную материю. Как вы думаете, может это и есть та энергия, о которой говорят йоги? Вот смотрите, вот в этом вопросе космического ретанала заключается и ответ. Мы с вами говорим, состав Вселенной, 4% это видимое, 74% это невидимое, состава Вселенной. А при чем тут энергия? А энергия это нечто такое, что движется. Чувствуете разницу? Поэтому это как вода, вот вода, вода там находится, допустим, в каком-нибудь кубе она находится, знаете, в бочке она находится. Вот это как раз, грубо говоря, и там, пускай это будет там темная там энергия. Но зато, когда мы эту бочку перевернем, и вода начнет выливаться, вот тут уже появится энергия. Вроде одно и то же, но в то же время не одно и то же. Так что это совсем, совсем иное. И йоги говорят о пране. Кстати, там очень подробно, я находил в свое время, объяснение, какая прана, там тоже праны от этих нескольких видов, активная, неактивная и так далее, и так далее. Это очень такой, опять-таки, сложный вопрос у тех же йогов, которые там рассказывают. То есть энергия, если так говорить, о какой энергии говорят йоги? Они говорят о той энергии, которая из, вот допустим, даже той же темной там материи, не темной энергии, они говорят темной материи, эти все эти ученые. Из темной материи начинают строить какие-то там миры, какие-то там фигуры, какие-то там живые вещества и так далее. То есть это сила, которая может воздействовать на вот эту вот инертную массу и придавать ей какие-то формы. И вот как раз если относительно человека, как они говорят, энергия кундалини, первоначальная энергия, вот она как раз, выходя из разума, из разума, это еще во время там, вот как только зачатие произошло и яйцеклетка активирована. Вот эта энергия и начинает строить из инертного вещества наше тело. И потом, когда она ее построила, она, значит, как бы сказать, становится неактивной и покоится в копчике. И вот есть методики, опять-таки, у йоги, которые умудряются эту энергию разбудить сознательно и поднять. По мере разбуждения, поднятия и так далее, значит, заходя в тот иной центр, она его активирует, у человека появляются силы и прочее, 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 прочее. Ну вот такое вот, это то, что я так в свое время интересовался. Почему индусы носят бусы из цветов и каких цветов, что это значит, не знаю, это носят и носят эти бусы. Я как-то этим делом не интересовался. Так, далее, Давид. Бетаин, гидохролид повышает, повышает яблочный уксус, тоже повышает кислотность. Я уже, Давид, ответил насчет этой кислотности. Насчет этой кислотности. Вы можете ее повысить, а потом будете не знать, как ее понизить. Когда человек немножко понимает и разбирается в жизненных принципах из того, что состоит наш организм, что в зависимости от вкуса, от вкуса, мы можем стимулировать тот или иной жизненный принцип. И при этом тут ничего не сказано для какой-то конституции там. А просто, вот так говорится, значит, человек с выраженной конституцией, вот, допустим, я, у которой более-менее нормально желчная конституция выражена. Добавить яблочный уксус, значит, я сразу чувствую, я лично, что у меня от всех этих фруктовых кислот сразу же слазит эмаль с зубом, появляется оскома, появляется изжога. И чего я ее буду повышать? Еще разок, мне важно, чтобы мой желудочно-кишечный тракт нормально переваривал. Вадим, зелье Тиграна называем кремневид, только что принял масляной кремневид от Тиграна. То есть Тигран на основе вот этого, значит, какого-то биологически активного кремния сделал вот такую вот настойку. Ну, я просто ее называю зелем. На четырех видах хвойных растений, которые действуют. Мне нравится, как она действует. Так, привет, можешь порекомендовать нормальный канал по ее, спасибо. Спасибо, смотрите, чтобы потом, Наташа, у нас не пришлось вас вытаскивать откуда-то. Да, я йогой не занимаюсь, око-возрождение, так, око-возрождение, это методика. О, это методика. Так, а что я в Индии хочу? А что я в Индии хочу? Ну, поезжайте в Индию, посмотрите. У меня есть очень интересная такая поучительная история, когда один человек, мой близкий знакомый, это он как раз и рассказывает, хотел получить своеобразное просветление в Индии. И как это вышло? Надо вот как-то с ним все-таки встретиться и его побудить на разговор, чтобы он все это дело рассказал. Так, почитайте, посмотрите, куча видео в интернете омолаживает. Я, знаете, так скажу, вы просто можете сохранять свой внешний вид, ну, работоспособность, не обязательно там чем-то таким заниматься, чрезмерно заумным. Важно разумно относиться к своему организму в повседневности, и будет прекрасный результат. А то, что вот это вот расскажет вам про омоложение, я, знаете, как-то даже слов не подберу, как вам сказать. Ну, для того, чтобы привлечь ваше внимание, вам наговорят все, что угодно. Вот все, что угодно, что тут омолаживает за неделю и прочее, 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 прочее. Но, что касается на самом деле, вот реального омоложения, это очень далеко будет. Я уже как-то рассказывал. Чистка толстого кишечника, далее 3-4 чистки печени, и вы почувствуете такой прилив сил, которого у вас вообще в жизни не было. Омоложение, омоложение, если так вот брать. Так, там очищают огнем, ветром, водой, землю. О-о-о-о! О-о-о, Наташа, это, это, знаете, вот, как бы сказать, очищают огнем и ветром, воздухом и землей, и освобождают за одно карманы, вот этих вот, а как раз очищают их карманы. О-о-о-о-о! О-о-о-о! Вот важно человеку забить голову, и он, знаете, вот это вот, как в песне, на дарака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Если вы занимаетесь, вот интересно, самодумал сказал, если вы занимаетесь здесь какими-то восточными методиками, то, значит, вы эти восточные методики и поддерживаете, и отсюда, как бы сказать, воспроизводя вот эти все методики, качаете энергию туда. Пожалуйста, покачайте, а здесь не очищают, а здесь не очищают, ты чё? Это говорит о том, что сознание человека настолько запудрено, что просто ужас какой-то. Опять-таки, вот если для кого-то Иван Павлович не умывакен авторитет, я уж не буду себя говорить, да? Ну вот он выразился о моих книгах. Достойный, чтобы быть учебниками. Первый том, сейчас я начну второй выкладывать, третий, четвёртый. Второй том, по-моему, биоэнергетика и биосинтез. Прокачивает кровь и лимфу. Так, на 9 Индии занимается. Индией занимается. Я живу вот здесь вот, в Донских степях. Был отрезок жизни, когда человек, знаете, вот смотрел, то, сё, пятое, десятое. А потом, как пан атаман Грициан Таврический, погулял я по Дону, по Кубани и решил создать свою тут республику или государство. Насмотревшись на всё вот это вото, на которое ищут где-то, а вот оно под носом в своей стране. А это, как правило, люди вот так вот и поступают. Они не понимают, они не видят, они не осознают. И вот что-то там где-то, знаете, более что-то интересное и так далее, и так подобное. Арон Аик, здравствуйте, здравствуйте. Так, так, в Исламе есть такая информация, все лишнее будет восстанавливать тело людей из копчика. Видите, какая информация есть. Что вы имеете в виду? Да, ничего я не имею в виду. Я уже столько наговорил, что если я что-то имел в виду. Частые клизмы не вредят микрофлоре, кишечнике. Я думаю, вредить не вредят, но сами по себе частые вот эти все эти клизмы просто-напросто здоровью могут повредить. Не микрофлоре, а именно здоровью. Всё должно быть в мэру. Как говорил кто? Говорил. Нэру. А мы продержимся, как говорил Никита. Есть надо досыто. Вот так-то. И поэтому и получается, что палка перегибается. Лучше омоложение – это голодовки. Вот Виталий вот так вот сказал. Вот мы всё говорим о омоложении, о омоложении. А до этого же как раз вот было интересное видео, которое как раз и включил свой состав, что супер долгожители, те люди, которые прожили 150-160 лет, 140 лет, они не делали ни клизм, они не делали ни чистку печени, они даже раздельно особо не питались. А вот что? А вот что такое было? И тем не менее, прожили, да, и не голодали. Так, если постоянно дисбактериоз на пассивы выходят, условия патогенных бактерий много, что делают? Тмин, куркума и гвоздика не помогают. А вот тут-то, Славик, можно и поголодать. И после того, как вы поголодаете от 7 до 14 деньков, от 7 до 14 деньков, после этого сразу же с первой едой начинают принимать тмин. Куркуму я как-то не принимал, не знаю, гвоздика вроде принимал, но не постоянно, а вот тмин мне очень хорошо помог. То есть, чтобы на выходе из голода вы закрепили все эти параметры. И плюс, что вы там едите. Вот тут не говорится, постоянный дисбактериоз, превосеиваю и ходит там, и прочее, 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 прочее. Возможно, вы пытаетесь сыроедить, напишите там, то есть, вот какой у вас рацион, так просто по процентам, допустим, овощей я ем там 70%, остальное там то-то, 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 ну грубо говоря. И уже станет тогда ясно. То есть, у некоторых людей, вот они вот так вот начитались, как вот Наташа там думает, что вот сыроедение-то хорошо, вот это продляет и так далее, и того подобного. Эх, отличная вещь. Я хочу сказать так. Даже не хочу сказать, что кому-то это подходит, а кому-то не подходит. Подойти может к любому человеку, но для того, чтобы это подошло, надо очень много знать. Очень много сделать над собой, чтобы это начало усваиваться. То есть, и они, не вдаваясь вот в это, начинают там есть, все это там такое, думают, думают, что там все, все, что мы положим внутрь организма, она так или иначе усвоится. Нет, оказывается, вот нет и все. У одних усваивается, которых единицы, допустим, один на сто человек, так, знаете, на ура усваивается. А у остальных, где-то там, допустим, процентов десяти, более-менее усваивается. А у остальных вот это вот дисбактериоз. Почему? Потому что не усваивается. А для того, чтобы усваивалось, надо там много чего сделать. Так, как вы думаете, энергичность человека больше зависит от калорий питания или от скрытых энергий типа оджеса? Она зависит от скрытых энергий типа оджеса. И знаете, даже, как бы я вам сказал, вот я сейчас занимаюсь гравитационной гимнастикой. Можете глянуть, чего я там начал. Я там начал, допустим, на этом тренажере, где-то с веса примерно... Сейчас я дошел вот до шестьсот сорока, семьсот двадцати, то есть я не мог поднять это тогда. И мышцы у меня не увеличились. Это не мышечно. Это возможность вашего сознания вырабатывать то или иное количество энергии в той или иной обстановке. Еще раз повторю, энергичность человека, энергетичность, зависит от того, насколько он может с помощью своего сознания вырабатывать той или иной энергии. Это от калорий абсолютно не зависит. Так, ну, естественно, питаться более-менее надо для поддержания физического тела. Но вот эти калории так, чтобы, не знаете, вы съели там много их, и чтобы это проявилось вот в результат... Я-то занимался тяжелой атлетикой, я и наедал вес, и знаю, что там, ага, столько-то съел, и это... Нет, ничего подобного, нету такого. А вот именно по мере совершенствования своего сознания вы можете, вы можете выдавать все большее и большее усилие. Причем не просто усилие вот так вот однократное. Вы можете его поддерживать, выполняя какую-то работу. Например, там тот же бех или еще там что-то, или еще там что-то. А так я сижу, вот смотрите, я сижу. Зачем мне много энергии? Что я буду делать? Вот тяжелее мышки я ничего сейчас не поднимаю. Важно, чтобы энергетика работала, ее было достаточно для того, чтобы все жизненные процессы в каждой клеточке протекали оптимально. И они протекают, чего я и добивался, и добился. Энергия отжаса, она также вырабатывается из пищи. Просто в пище разное. Одно дело калории, а другое дело вот совершенно другой вид энергии. Об этом я уже так же рассказывал, говорил. Просто рассуждаю. Рассуждайте. Клизма, это крыш здоровья наши предки тоже делали. Не возражаю. Как древние наши предки говорили, лечат 80% заболеваний от клизма. Но! Это же не значит, что мы зарядили и это. Наладили. Мы наладили с помощью того всего. Наладили нашу работу организма. И все, пусть он дальше работает. И мы только поддерживаем эту работу. А не то, что там постоянно что-то даем. Информация разная, поэтому и проговариваю. Вот у вас хорошая информация, как спонсора канала. Это прослушать и прочитать целительные силы. А вот после них можете там уже все что угодно. Я понимаю. Каждый человек, знаете, вот ему в чем-то интересно. Вот человеку интересно музыкой заниматься. Он начинает музыку там делать, другому человеку рисовать, третьему сочинять, четвертого там в танце или еще как-то там. Интересно, помимо того, что он просто живет и работает для того, чтобы иметь средства на жизнь. А дальше вот у него какие-то отдушины. Ну, йогой там заниматься, еще там чем-то. Ну, пожалуйста, там. Только в основном, кроме гимнастики, просто гимнастики, особо дальше не идут. Но редко там кто-то такое. Так, про дисбактериоз сказал. Так, я живу в родном Урале, где столько интересного, никаких индий не надо. Один каменный город чего стоит. О, да иногда сыровее же. Ну, как, овощи и фрукты 50%. Ну, вот, скорее всего, именно они у вас и не... Особенно в зимний период, начинается, вот, знаете, конец осени, зима, начало весны. Пища полноценно не усваивается, поэтому и начинаются идти вот такие вещи. Попробуйте их слегка тушить и в теплом виде есть. Овощи слегка тушить и фрукты тоже как-то там обрабатывать. Видите, вот так просто сказать, это уже целая наука надо. А как надо там фрукты подогреть для того, чтобы съесть сейчас? А как овощи там приготовить? Не так все просто. Как там говорится? Вот, стань сыроедом, стань вегетарианцем. Каменный город. Так, понедельник проводила. Так хорошо было. А печень чистить будешь. Никогда не была на Урале. Много потеряла. Обязательно так. Все впереди. Хочу поехать. Но пеньонзы нужны, чтобы поехать куда-то. Масло, лимоны просто кевач хвалят очень. Кевач, кевач, кевач. Вадим, на траву хочу без грелки. На траву хочу без грелки. А бифиндум в тюбиках, разработанных Мечниковым, Малыша, рассказала, что это мертвые бактерии. И недействующие слышали, что в организме они оживают. А где правда? А правда в том, что вы начинаете принимать что-то и сопоставлять в свое состояние. Было, до, стало, после. Вот и все. Вот и вся правда. И вы сам себе учитель бифи-форм. Бифи-форм. Видите, какие-то бифи-формы. Ой-ой-ой. Что такое кевач? У нас курорт уж качка. С сероводородной водой по прямой от меня 30 км. Кевач, это санаторий. При такой чистке может быть рвота. Так, Геннадий Петрович, ясно. Спасибо. Вот, Славик. Еще разок. Вот, я вам повторяю, 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 повторяю. Как-то это, то ли новые люди приходят, то ли еще что-то там такое. Вот вы чем-то занимаетесь. Естественно, у вас какая-то предпосылка стоит, что занимаясь вот этим, я примерно должен получить вот это. Когда вы начинаете заниматься и получаете совершенно иное, остановитесь и подумайте, почему это происходит. Иногда бывает так, что вы получаете то, что надо, но по мере дальнейших занятий вы получаете совершенно не то, постепенно. Стоп. Почему? Тоже, тоже. Всегда надо делать анализ своим собственным поступком, особенно что касается здоровья. Так, как я понял, если каждый, если 100 грамм проросского, то сделать человека более энергичным, всем 100 грамм шоколада, даже несмотря на то, что в шоколаде больше калорий, чем в проросках. Я думаю, да. Более энергичным. Я лично себя чувствую от проросшей пшеницы, и даже там не 100 грамм, а достаточно, знаете, гораздо меньше, грамм 30-50, для того, чтобы почувствовать вот это действие. Да, я съедал и шоколад, что ж, и не ел, доел я его. Не действует он так. Как мы думаем, как вот так вот, знаете. Мы думаем, что наш организм, как это, калорииметрическая печка, чем туда больше калорий ты их кидаешь. Да. Сейчас даже скажу следующее. Космический летун. Мы как раз такую интересную тему затонули. Смотрите. Вот, допустим, шоколад. Я следующий пример проводил. Вот мы с вами можем съесть и усвоить 100 граммов яблок. Взяли, съели, усвоили, все нормально. То есть, сколько там калорий содержится в яблоках. Мы эти же 100 грамм яблок можем поместить в такую, знаете, печь, которая нагревается без доступа воздуха. И, грубо говоря, яблоко-то высыхает, обугливается. И если это яблоко сжечь, оно тоже даст, допустим, такое-то количество килокалорий в виде тепла. Но! Вот яблоко свежее мы съели с вами и усвоили. А вот это яблоко, которое превратилось в уголь, вроде калории есть, но мы их усвоить не можем. Вот и получается, что из 100 грамм пшеницы, она нам вот даст большее ощущение прилива сил и повышения нашей жизненности, нежели шоколад. Шоколад примерно, ну вот, лично для меня, там, допустим, первый и второй укус, вот как раз он как-то, ну, пускай там поднимает настроение, вот он приятен. А чем дальше его ешь, тем ты чувствуешь, что вкус начинается приторный, вкус становится этот сладкий, вкус становится неприятный, он уже становится. Вот такие-то вещи, опять-таки, космический летун. Становись спонсором, если не хочешь читать целительные силы. Или там целая книга про питание. У меня же вообще один из самых лучших трудов по питанию, золотые правила питания. Чего ж вы не это? Не читайте. Что я буду очищать, что мы будем очищать, в какое время года гормоны на высоте, в какое время гормоны... Я думаю, в какое время года гормоны на высоте, это, скорее всего, они у нас будут на высоте, это мое мнение, примерно в сентябре-октябре. То есть, когда пройдет вот это вот питание, летнее питание, насыщение, значит, организма вот этими биологически активными веществами и свежей пищи, и как раз вот осенью организм запасает, и он будет вот на пике, на пике своей активности. Обычно у животных в это время гон идет, вот так-то. А так вообще гормоны на высоте, они зависят от разного рода условий. А именно, занимаетесь вы физически или нет. Если человек начал заниматься больше физически, оказывается, вот эти вот занятия с тяжестями, именно занятия с тяжестями, но, знаете, это не такие какие-то запредельные, а более-менее. Они стимулируют выработку гормонов. Я вот занимался гравитационной гимнастикой, а знаете, что она стимулирует? Вот я не сказал, что она стимулирует выработку гормонов, но зато она насыщает организм гораздо большим количеством энергии, и вот эта энергия начинает там вести разного рода интересные такие процессы в организме, которые в том числе влияют и на потенцию. Так, проросшая фасоль тоже полезна. Я не пробовал проросшую фасоль, говорят, что полезно, но... Я больше с пшеницей. Возможно, ну, не пробовал, короче, я с фасолью. Отзывы есть, что ее там жуют. Ну, так, Владимир, так круто пойдет. Ага, ага, ага. Так, очень сложно расчистить каждый год, но кто голодает, ему это не особенно нужно. Так. У меня есть в вашей книге одно голодание и одно очищение организма и правильное питание. Хорошо, вот в правильном питании там должно быть очень, очень много информации. Так, ну что, мы с вами как раз часок отработали, и это очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок